Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня вторник, 1 декабря. Предоставляю вам взгляд на валютную пару канадский доллар против доллара США, который сейчас находится в нисходящем тренде и по всей видимости еще может быть продолжен, а также нефть марки Брент, которая находится в нисходящем тренде и все еще имеет потенциал для дальнейшего роста. Итак, давайте посмотрим подробнее. Канадский доллар продолжил укрепление против доллара США, успешно выйдя за пределы ранее образованного диапазона между 1.3040 и 1.3114. Как и предполагалось, состоялся краткосрочный ретест сопротивления на 1.3075, отбившись от которого пара продолжила снижение в направлении целевых уровней. Правда, на сегодняшний момент достичь цели пока не удалось. Минимальная отметка, которую достигли котировки, это уровень 1.2926, пока сдерживающий дальнейшее продвижение вниз. Тем не менее, данное обстоятельство, по всей видимости, может быть временным. После локальной восходящей коррекции пара может продолжить дальнейшее снижение. С учетом контекста по-прежнему ожидается нисходящее движение, а значит, приоритетный сценарий может быть оставлен в силе. И вот на актуальном графике в соответствии с вышесказанным можно ожидать продолжения нисходящего тренда к новым локальным минимумам. Для этого паре необходимо закрепиться в нынешней области, предельный уровень которого лежит в районе уровня сопротивления на 1.2993. Ретест и отбой от этого уровня даст старт новому импульсу, который нацелится в область между 1.2883 и 1.2803. Отмена данного сценария состоится при продолжении роста и закреплении выше разворотного уровня на 1.3021. А вот в очередной раз ожидаемый рост цены к целевым уровням в нефти марки Brent также состоялся. Сценарий исполнился достаточно успешно, несмотря на то, что предполагаемой коррекции к поддержке на 1.4429 не случилось. Цена после проторговки под уровнем 1.4643 продолжила рост, одним махом достигнув целевую отметку на 1.4764. После этого котировки продолжили восходящее движение, в моменте добравшись до отметки около 1.49, но по всей видимости сил для дальнейшего роста не хватило, поскольку после этого цена почти сразу ушла в небольшую коррекцию. Сейчас цена торгуется около уровня 1.4764, немного отойдя от своего локального максимума в рамках этой коррекции, которая, судя по всему, еще может находиться в развитии. Так что основной сценарий на восходящее движение сохраняет свою актуальность и после окончания текущей коррекции логично ожидать продолжения роста. Ну и наконец, на актуальном графике, в случае развития локальной нисходящей коррекции, основную поддержку цена может получить в районе отметки 46.43, где может располагаться серьезная поддержка. Заход и последующий отскок из этой области даст шанс покупателям сформировать очередной восходящий импульс, который нацелится на новые локальные максимумы в области между 50.34 и вплоть до отметки 52.76. В свою очередь, отмена текущего сценария состоится в случае снижения и закрепления ниже разворотного уровня на 45.09. И на сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев, и это был мой обзор по техническому анализу от компании Текмил. Я желаю всем профитной недели, и до встречи в следующем выпуске.